ты смотришь что ты смотришь правильно ты смотришь диван вопросов от родителей и с тобой как всегда никит никитин твой любимый ведущий и сегодня у тебя еще один любимый но не ведущий сегодня у нас гостях никита привет у тебя имя прекрасно и никита расскажи кто ты вот на эту камеру скажи кто-то откуда ты куда ты ты кто всем привет меня зовут никита шагунов я из верующей семьи меня отец сергей шагунов мама наталья шагунова я с детства верующей семье я этому очень рад вот как то так супер расскажи твои родители они пастора или нет папа он не относится к пастору но он очень любит слова мама она пишет песни в прославление до прославление служит и пишет песни и вот я и помогаю в этом но родители тебя в целом служение да они служат ты сам служишь я раньше служил когда была возможность в технической части я в церкви отвечал за свет и полтора года я был служение я все изнутри смотрел как церковь устроена что как ну а потом дела и много поменялись расскажу у тебя вот родители они получается ты самого детства верующий да или это произошло на каком-то у вас этапе совместного покаялись как это было войну родитель наверное года за два за три вроде до моего рождения сами познакомились там уже до этого были в церкви и то есть я с детства получается то есть я был в христианской атмосфере и в ней рос это как-то способство ограничивая тебя как-то чувствовал себя как бы окруженным в христианской средой знаешь по-разному я знал что мне все дозволено но я понимал то что но не все полезно то что если я что-то сделаю да это сделано потом мне придется отвечать перед родителями а потом перед богом типа зачем я это сделал ну какие были цели до этого то есть и я потом сам с собой рассуждаю что мне это может и не надо какие ты думаешь были у тебя ошибки во время твоего роста но какие-нибудь там жесткие ситуации как ты может быть перечим мы это все проговариваем потому что ребята нас смотрят им наверняка но как бы они тоже может быть проходит какие-то ситуации перечит не перечит родить вот ты считаешь перечит родителям правильно перечит родитель ну рыки не знают был рейки знает больше нас но мы когда растем мы думаем то что мы умнее их мы их как-то обойдем сейчас время другое но сейчас ну с возрастом таким своим уже я понимаю то что каждый человеком проходит примерно одинаковый путь и родители они пытаются себя уберечь от того что они может где-то натворили и не хотят чтобы ты повторился их ошибок какой ты запомнил свой не христианский или такой последний поступок который вот прям накосячил и ты понимаешь это но ты не хотят его признать не ну у меня понятное дело там мы были там какие-то может относительно жесткие поступки там например ну знаешь там допустим пошел с друзьями отдохнуть в клуб повеселиться вот все такое то есть да это может но когда ты молодой тебе интересно там все это попробовать посмотреть то что там молодость потом уже возрасте просто не захочешь найти а когда вот когда ты понимаешь что вот ты в возрасте а ты в молодости вот как бы те этот возраст различия для тебя отличным для меня лично это вот мне кажется когда человек уже женился и там у него есть ребенок это его немного сковывает то есть он понимает что он отвечает не только за себя но еще и за свою семью а когда ты еще молодой еще один еще не определился в жизни это все вот то что ты сейчас говоришь молодой неженатый не определился уже это относится к тебе я молодой да я не женатый так я еще в поиске перед нами экспо так и значит то есть вот этот поиск там кубики это все еще относится к тебе правильно это то есть я могу пойти но сейчас уже с возрастом потихоньку понимает что ну зачем мне это то есть я могу понять то что я могу это время провести по-другому там допустим если сейчас меня куда-то зовут я перед этим подумаю там позвоню родителям то что так то так то можно туда-то пойти и то есть уже с их ответа с того как они решают я отвечаю в чем ты видишь мудрость и видел ли ты вообще мудрость как бы твоих родителей как они тебя наставляют ведут или чаще это было скорее ты принимаешь их вообще советую я принимаю их советы я в основном смотрю на них как они живут и какие у них личные отношения с богом и я реально хочу чтобы я были такие же отношения чтобы это было доверительно чтобы ну ты общался с богом как с великим творцом и понимал то что у него все сроки и времена у тебя друзья в основном верующие или не верующие знаешь последнее время у меня такая смесь то что я совместил и познакомил верующих с неверующими и то есть я теперь у меня такая ну смешанная атмосфера и расскажи как это влияет вообще на тебя и на твоих друзей как с верующей стороны так и не верующий ну допустим друзья с которыми я общаюсь там со школы с учебы они видят верующих людей и они когда с ними общаются они узнают их принципы их порядке как они живут чего они себе не позволяют что они все могут позволить и они знакомятся с этим и уважают верующие друзья ну верующие люди они живут в мире и видят неверующих людей все знают про них но у тебя есть ребята которые вот по понятиям живут да у меня много таких людей друзья рубрика пацанский цитатник или книга притч с никитой аплодисменты гости итак лучше быть никем но иметь слугу чем притворяться знатным нуждаясь в хлебе ну это на притч похоже это действительно книга притч простаки научитесь предусмотрительности глупые научитесь разума просто таким такое слово допустим это притч это снова правильный ответ не важно как медленно ты продвигаешься главное что ты не останавливаешь не ну хотела сказать что это там соломон но это похоже на кого-то бизнес-тренера нашим этот стадий брюс ли ладно в этом ты прав мудрый сын радость своего отца а глупый сын горе своей матери да это притч и снова ты прав есть три ловушки ворующие счастье сожаление о прошлом тревога за будущее неблагодарность за настоять но мне на улице такое говорили статник это верно мудрые люди обдумывают свои мысли глупые провозглашает их не это притч ты попался это генрих гейны как же я люблю ладно самое сложное я сдаю это всем гостям мало кто справлялся цитата а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть вернее смотреть могут не только лишь все мало кто может это делать мысль сконструирована в чем вопрос эта книга притч или цитат вроде кличку был верно ладно я вижу ты справляешься на ура давай окунемся заново в твое детство и расскажешь ты немножко про то как тебя воспитывали и потом как происходил твой рост ну хорошо меня воспитывали как большинство детей когда ты маленький еще много чего не понимаешь если ты где-то ну ошибся накосячил там прям жестко ну могли там и ремнем дать но это было там ну до маленького возраста не знаю вроде ну 56 лет не ты был шальной ребенок ну я вижу что на шальную был конечно не знаю наверно такой ну ладно с тобой было много проблем ну знаешь когда родители при все говорят говорят то что я был спокойным ребенком и тихим а когда об этом начинаю говорить я не говорят кто ты я еще сам толком ну не знаю не помню я был наверное обычному как и все веселым у тебя был переломный момент когда вот подростковый период начался там всякие там противостояния против родителей или что-то или как все это происходило ну да мой этот юношеский максимализм как-то по-умному такое было конечно то что когда ты начинаешь проводить времени больше с друзьями они с родителями то есть родители они порой бывают не понимают тебя то что что ты там новые слова новые мысли в тебе появляются и это не то что они обычно говорят дома и они просто ну немного не понимают а потом узнают спрашивают и интересуются ты считаешь что вот этот юношеский максимализм в основном все что ты делал при нем это правильно это формирует человека то есть то как он рос где он рос потом в будущем это все на нем скажется его принципы его слова его ответы поступки это все в итоге выльется в будущем тебе было стыдно что ты верующий вот с ребятами которым ты общаешься то что ты верующий это не минус это даже плюс но ты всегда у тебя была эта позиционирована что ты на крутой позиции да не всегда на самом деле то есть когда как но сейчас я конкретно понимаю то что бог это круто круто это что я верующий я очень ценю и благодарен своим родителям за то что они меня воспитали в христианской сфере атмосфере и это все очень круто для меня расскажи ты говоришь сколько тебе лет мне почти 19 почти 19 лет а ты говоришь уже как будто мудрейший старец какой тогда самый важный жизненный урок тебе передали твои родители которые ты можешь сказать ну родителям не передали такой урок то что надо быть открытым быть открытым с родителями прежде всего потому что они тебя пытаются воспитать и поставить в правильный путь то есть они хотят сделать тебе плохо если ты будешь с ними открытым тебе будет проще по что они будут знать как тебя воспитывать и ты будешь знать от них всю правду и это наверное самое главное быть открытым с родителями с друзьями и прежде всего с богом а что она тебе все знает расскажи как 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 быть открытым с богом что это вообще значит и как иметь с ним какие-то отношения я вот не понимаю но ведь бог про тебя все знает и то есть то что ты пытаешься от него скрыть то что там где ты допустим накосячил бог ну это не я это так ситуации сложились то есть если ты накосячил ну признайся и скажи богу да я накосячил тебе просто скажет я это знаю дальше мы пойдем и ты исправишься и вот это как-то а ты вообще часто взаимодействуешь с богом общаешься там молишься или как как у тебя это проходит процесс но у меня это проходит повседневной жизни то есть я во всем пытаюсь найти бога я пытаюсь найти его принципы следовать ему то есть порой не получается порой получается но я никогда не забываю о нем а ты часто читаешь в библию там или ну ты всегда помнишь что он есть внутри до тебя это очень круто да ну я читаю библию ну когда как там бывают моменты когда я могу прям каждый день там прочитывать все книга за книгу бывает то что просто времени не нахожу я должны ну не знаю как получается то есть я себя в этом не виню в этом ничего плохого нету просто в данный момент не получилось прочитать как ты видишь вот сейчас анализируя молодежь ну в которой ты окружен христианскую молодежь какие есть минусы вот ты видишь или наоборот у взрослых зрелых христиан ты видишь какие-то пороки и недостатки это вот сразу говорю это не в упрек там не осуждения а именно вот ты хотел бы чтобы и христианство было чуть-чуть другим что это мне кажется христиану надо быть более открытыми и то есть быть настоящими такие какие они в церкви не должны быть ну такие такие жизни то есть бывает то что там где-то притворство где-то наигранность но это все видно и это не красит христианство когда-то открытые когда ты в жизни такой же как ты с богом это тебе плюс и тебе легче жить важный вопрос пастора актера как ты думаешь есть такие некоторые актеры которые нет точнее пастора которые в прошлом были актерами как ты думаешь это они настоящие или они просто заигрались и очень сильно вошли в роль ну я считаю то что если человек пастор то есть если ему дано быть служителем то есть это дано богом и то что у каждого человека есть слова есть какая-то мысль от бога это что как он передает неважно кем он был в прошлом бывают и пастора бывший наркоман в этом ничего плохого нет что пастор актеры если думают что он наигран как-то то есть это его мнение бывает то что человеку реально пришло слово от бога и он отвечает так как есть в школе бил мальчиков по лицу это важный вопрос это важный вопрос хорошо как много ты бил мальчиков и не только мальчик как много ты дрался вообще до драк не было таких и таковых были такие детские может потасовки после школы как бы ты воспитывал своих детей не знаю я бы ну понятно дело то что своих детей главное это очень сильно любить и всегда быть открытыми но главное это не не запрещать просто говорить нет нельзя разрешал им допустим что-то делать чего они хотят вот если твой ребенок взял бы вилочку мокрую и в розетку ты бы ему сказал нет нельзя или сказал бы давай брат попробуй не я бы сказал попробуй пускаем вдруг не ударит током ну мало ли а так он на а так он научится на своем личном опыте будет знать вот такая вот позиция у нас на хорошо значит с нами был никита настоящий практик своего дела надеюсь что ты не будешь применять именно этот конкретную ситуацию на практике мы благодарим тебя за честность за твои ответы может быть какой-нибудь важный жизненный урок хочешь передать что ты хочешь вообще вот последнее твое слово тебя сейчас услышит миллион человек что то что ты хочешь донести единственное им расскажи вот туда вот на только мысль короткая бог любит тебя и помни это всегда все брать это 8 никита спасибо тебе мы ждем тебя пиши нам звони нам говори как тебе программа есть что не нравится говори а лучше не говори лучше говори что тебе нравится если тебе нравится программа там ставь лайк или если ты смотришь на телевизоре то просто улыбнись мы тебя любим кухоним спасибо пока